Всех приветствую на канале CryptoCommons. Это будет супер короткий апдейт по ситуации на биткоине. Посмотрите, 4-х часовой таймфрейм, свечи хайка наши, и что мы здесь видим? Желтая точка на сайфере. Желтая точка на маркет сайфере это очень-очень сильный сигнал на то, что это дно. Ребята, на то, что это дно. Может ли быть прокол ложный с выносом всех лонгистов и потом только наверх? Может. И это не отменит того, что это дно. Но с высокой долей вероятности вам заявляю, что это дно. Собственно, вот главный месседж, который я вам хотел сказать. Большое, между прочим, спасибо за эту информацию товарищу Добро Сервис, который мне скинул это первым. Вот этот вот скрин. И после этого я решил проверить, собственно, включил. А у меня здесь стояли обычные свечи Candles. И нифига никакой там желтой точки нету, если вы посмотрите. На обычных свечках ее нету. Здесь обычная маленькая зеленая точечка. Вот почему важно смотреть свечи Хайка Наши, друзья мои. По ним у меня есть отдельный урок в описании этого видео. Если вы не знаете, в чем разница и не пользуетесь свечами Хайка Наши, обязательно рекомендую его посмотреть. Собственно, этот индикатор Market Cypher, он же VMC Cypher, на который тоже есть видеообзор. Посмотрите, он сейчас появится сверху. Он написан именно для свечек Хайка Наши, которые лучше показывают тренд, на самом деле, ребят. Поэтому обязательно, обязательно, конечно же, ставим лайк этому видео, если вы еще этого не сделали. И крутим вниз, нажимаем показать больше. И здесь есть полезные видосы и уроки. Вот тут вот вы найдете все, ребята, про индикаторы, про биржи. Вот тут есть урок про свечи Хайка Наши. Его в YouTube нету, его убили, потому что это был перевод. Он есть на Кост ТВ. Обязательно поставьте на паузу это видео и посмотрите, если вы его не видели. Вы поймете, с чем их едят вообще и зачем им нужны эти свечки. Очень мощный инструмент. И также здесь есть урок по Market Cipher. Вот обзор индикатора Market Cipher. И его копии, точной китайской копии VMC Cipher, которой я сам пользуюсь. Мне она больше нравится, потому что на Market Cipher оригинальном платном нету желтых точек. То есть там как бы надо самому додумывать, что они есть, а тут все для вас рисуют. Ну и вот все нужные индикаторы, большой видеообзор, который мы делали вместе с Пифагором. Короче, все полезные ссылки для вас тут, ребята. Также и все лучшие биржи, в том числе и Bybit, на который вы можете купить касту завтра. Напоминаю вам, что завтра, каста, ребята, через 5 часов уже можно будет нажать Commit Now и участвовать, если вы держите биты. И докупать уже самостоятельно на споте, собственно, что я и буду делать тоже. Теперь по поводу биткоина. Давайте разберем, что же может произойти. Я вам ранее сегодня уже говорил, что вот это с высокой долей вероятности дно. Потому что смотрите, как мы долго об него долбимся и толком не можем пробить. Как бы еще раз говорю, если кольнут ниже, тут надо не паниковать, а не продавать все, а докупать, на мой взгляд. Поэтому я лично что сделал? Я забрал часть профита с Atom. Вы знаете, я вам показывал, у меня тут Atom Long на полыне был набран. Достаточно круто уже вырос. На 2X где-то. Там у меня еще плечо второе было. Короче, я разгрузился, забрал профит в биткоине. И положил его на готовность, собственно, вот этот лонг, чтобы добирать, если что, залетать, как говорится, и тузамунить. Так что, ребят, дисклеймер, не финансовый совет. Я вижу, что это практически с высокой долей вероятности дно. Несмотря на то, что это нисходящий треугольник, который, по идее, должен пробиться вниз еще на высоту треугольника, то есть 1000 на 30. Ну, может ли такое быть? Ну, как бы в теории может. Тем более, Хамаха выпустил видос, да, но он тоже иногда угадывает. Как бы если так, то я вам так скажу, эту желтую точку ничего не отменит. Если даже так, то мы все равно потом очень сильно, скорее всего, отскочим сразу 1000 на 70. Поэтому будьте готовы ко всему. Если вдруг сейчас будет сильный закол, учтите, он может быть очень сильный. Тупо добирайте там, добирайте, подключайте плечи на свой страх и риск, дисклеймер, не финансовый совет. То есть эта точка нам сигнализирует о том, что будет скоро бурный рост, понимаете? Она не говорит о том, что прямо сейчас начнется рост. Она говорит о том, что скоро, возможно, после двойного дна какого-нибудь вот такого еще, понимаете, будет сильный рост. Поэтому в средний срок набираем лонги и не паримся вообще. Биткоин-доминация валится вниз, посмотрите, точно как мы от нее и ожидали с вами. То есть альткоины на самом деле тузамуни. Поэтому грех сейчас не набрать тех альткоинов, которые еще не затузамунили. Я не буду сейчас по ним по всем бегать, потому что вы и так знаете сами какие. Вот смотрите, какие они за тузамунили, их берете. Битдао по-любому сейчас растет, потому что на хайпе с кастой только на одной, понимаете, все его тарят. Вот, битдао. Ну, битдао для меня это инвестиция в долгосрок, поэтому мне пофигу краткосрочной волатильности. Я держу битдао, накапливаю битдао обязательно. Я о нем уже говорил сегодня. Поэтому все, не буду отнимать больше ваше время. Гляну еще пару монеток. Ну, тут почти по всем монетам разворотная история. Кейк тоже, посмотрите. Вот тут деверок. Зеленый манифлоу начинается. Даже CryptoFace начал закрывать свои шарты на стриме. Я, правда, не видел, чем закончилось, но, по-моему, он подзакрыл шарты. Гляну еще монетку Compound, потому что ее очень просят давно. Я извиняюсь, ребят, я забываю просто иногда посмотреть все, что вы просите. Поэтому без обид. Давайте глянем Compound. Я знаю, многие в нем застряли. Вот мы его смотрели в прошлый раз, когда он был в этом треугольнике. Он пробился из него вниз. И опять же, друзья мои, желтая точка на сайфере. И вот тут была желтая точка на сайфере. И вот тут были желтые точки на сайфере. Обратите внимание, как они отрабатывают. Не сразу, не сразу. Кольнули еще ниже. Но потом пошел внушительный рост. И снова, смотрите, упали. Вот здесь была желтая точка. Был небольшой рост. Не сразу. Ушли еще ниже. Но сейчас снова желтая точка. И чем больше этих желтых точек, друзья мои, тем вероятнее, что это глобальное дно. и мы видим большой отскок. Поэтому по компаунду такое количество желтых точек, на мой взгляд, уже говорит о том, что актив достаточно перепродан. Давайте посмотрим на дневку. Ну, тут, конечно, сложно что-то сказать, потому что график достаточно молодой для меня. Посмотрим недельку, и вообще ничего нет. Ну, на недельке, кстати, смотрите, у нас зеленая точка, и сайфер поджимается. То есть, в принципе, не могу говорить с высокой долей вероятности, потому что здесь даже сетка разворачивается. Но в целом, трехдневный таймфрейм. В целом, похоже на то, что компаунт тоже скоро затузимунит. Вот, поэтому не могу здесь точно ничего сказать. И, в принципе, смотрите, здесь, если вот такую кривую делать, по которой он шел, то он ее зафейлил сейчас. И я думаю, что он в какой-то момент вернется туда. То есть, его траектория, на самом деле, это вот, в целом. Но он ушел под эту трендовую. То есть, как мы знаем из истории с Dash, этих трендовых можно чертить и 3, и 4, и он будет под них уходить и уходить. Поэтому по компаунду, короче, ребят, ничего не гарантировано к доллару, но возможно, что он пойдет сейчас вот в этом коридоре, колбасится. Давайте глянем его еще к биткоину, потому что важно понимать, что происходит по альтам к биткоину. А вот компаунд к биткоину, ребята, я вам хочу сказать, очень-очень все хорошо и красиво. Дневной таймфрейм. Мы лежим на дне, посмотрите, ниже которого не опускались еще. То есть, статистически мы отсюда уже отталкивались, да, и сейчас мы тоже отсюда, походу, отталкиваемся. И здесь желтая точка, которая как раз, посмотрите, как отрабатывает. Желтая точка была вот здесь, после этого мы ушли еще ниже, о чем я вам вначале говорил, закол, ложный закол вниз. И вот, по идее, эта желтая точка сигналит о том, что мы уйдем скоро выше. То есть, ниже этого дна глобально мы сильно не уйдем. Поэтому смотрим за компаундом к биткоину. Соответственно, если он полетит сейчас к биткоину, то вы понимаете, да, что к доллару он тоже полетит. Поэтому вот такие вот дела. С вами был Грин, он же Фла, ла-ла-ла. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, если он заходит. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. И напоследок, давайте глянем на Wi-Fi, потому что я вам толкал этот Wi-Fi буквально там неделю назад. И посмотрите, тут к биткоину две желтые точки на сайфере. Это просто дивер в квадрате. Опять же, они были где? Вот здесь. Мы снова ушли чуть ниже. Все это похоже, ребята, на медвежью ловушку. Мы ушли чуть ниже и начинаем отскакивать. Поэтому Wi-Fi тоже жду мега супер-пупер to the moon. Тем более, он был больше битка. Вот он был, понимаете. Вот у него уровень, где он стоит один биток. И для него туда расплюнуть дойти. Он уже почти туда дошел. 0,8 битка. Следующее сопротивление у него это 1,8 битка. Вот оно тянется еще отсюда. И все. Дальше у него уже, соответственно, all-time high в 4 битка. И он легко туда улетит, потому что монет мало, ребята. Еще раз вам говорю. Так что вот, что, Wi-Fi тоже выглядит хорошо. Сам лично не держу, не торгую ни Wi-Fi, ни Compound. Но после того, что вот вам сейчас наговорил, возможно, рассмотрю сейчас частичные такие свинг-трейды в этих монетах. Вот. Всем профитролей. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!